Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова кот Мурзик. Веду репортаж чистого листа, где до сих пор нифига не нарисовано. Ржавая! Да чего тебе, ну? Ну я рисовала, ты понимаешь? У меня ничего не сделано, Мурзик. А мне вот на полке надоело стоять, потому сегодня у нас будет обзор. Необычный обзор. Хорошо, у нас будет необычный обзор. Но, недолгий, ты понимаешь это? У меня, знаешь ли, табуретка с утра. Чего у тебя? Это когда ты рисуешь табуретки в разных положениях. Ну, знаешь. Ну, ты понял, да? Ладно, держи карандаш. Спасибо. Ой, я уберу его пока подальше, хорошо? Ну, хорошо. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы начнем обзор на необычную фигурку, я бы хотела сказать некоторые вещи. Еще только вчера мы сняли новую серию сериала. Так что советуем вам ее посмотреть, оценить и прокомментировать. А если у кого-то возникают вопросы, задать их. Мы только и рады будем ответить. Ну, если вопросы о сериале и о нас, конечно. Ну, конечно. Второе. Это то, что мы, возможно, не сможем теперь быть здесь чаще. Так как, как видите, у Ржавой очень много дел. И она едва ли с ними может справиться. Поэтому ждите нас. И мы непременно будем время от времени тут появляться. А может, еще что-нибудь придумаем интересное. И третье. Хотите ли вы, чтобы мы в обзор вставляли какую-нибудь музыку? Или вам нравится слушать чисто голоса? Напишите об этом. Нам это очень важно знать. С обложками мы пока не разобрались, потому что не нашли программу нужную. И некогда нам немного пока с ним разбираться. Но мы обязательно это сделаем. Однажды. Ну, а теперь переходим к обзору. Да, что ж. Как правило, у нас обзоры на фигурки животных. Да. Но мало кто знает, что я люблю фигурки в целом. И у меня есть такая любимая тематика. Как роботы. Нет, я вовсе не люблю фигурки-трансформер, которые действительно двигаются и трансформируются. Такие фигурки, похожие на груды железа. Но сама тема роботов мне очень нравится. А потому как-то я зашла в пятерочку, а там... Что за фигня? Я это, пошел. О-о-о-о! Итак, собственно, вот что я хотела показать. Два в одном. Фигурка и робот. Да, это, конечно, не животное, которое можно было бы показать. И которое можно было бы просто взять и заселить в заповедник. Но так как я очень люблю эту тематику, я просто не могла пройти мимо. Тогда они продавались в пятерочке, а теперь их можно встретить в галломаркете. Самых разных. Но мне понравился пока что конкретно этот. Такой, как будто бы из 80-х. И качество, конечно, у него не очень-то уж прям хорошее. Потому что это очень тонкий и гнущийся пластик. Но меня удивляет то, как хорошо проработаны детали. Это что такое? Так, их уже двое. Ну и что вы тут забыли? Да я тут посмотрю просто, хорошо? Ага, понятно. Пасхалку сделать решила. Ладно, хорошо, смотри. Если кто-то не понял, то это пасхалка сюжета. А произойдет там... А ну-ка не спойлери! Ладно, хорошо. Возвращаемся к обзору. Да, у этого робота достаточно проработанные детали. Можно видеть каждую заклепочку. И несмотря на то, что качество покраски может немножко кого-то смутить, особо таких, кто... Ах, какой кошмар! Вот тут не прокрашен уголочек! Они не прокрасили тут все серебряным! Ну, перфекционистов это, в общем, смутит. Исправить это все легко, но я пока думаю, мне и так все нравится. Потому что этот робот все равно живет в ящике, а не на полке в заповеднике. Потому что на полке живут только те, у кого все пока что нормально. А этому еще предстоит легкая доработка. Ну, как вот видите, не везде прокрашены детали. То есть, тут прям все такое серебристое, радиаторы какие-то, наверное. А вот здесь нет. Поэтому я думаю, что да. Когда у меня будет больше времени, я его доработаю. Это выглядит как боевой робот. Ну, вот пришли вы, допустим, где-нибудь там на свалку лома. Идете вечером темно, по темной улице, по свалке этой. Горят фонари, идет дождь. И тут где-то из груда металла такой... Дышь, дышь, дышь. Кажись, кто-то заигрался. Угу. Ой, да. Ну, бывает. Ладно. Мы можем видеть, что у него тут заклепки. А вот здесь вот даже с обратной стороны ноги видны даже какие-то вот намеки на механизмы. Такие вот, похожие чем-то на насосный механизм. Или как их там, амортизаторы, может быть. Не нужно падать. Падают там за кадром всякие. Вот тут у него всякие тут суставы. К сожалению, собрать его как трансформер, ну, не получится. Потому что подвижность у него есть, но она не особо хорошая. Вот как-то так его, конечно, можно постараться. Нет, не получится. Подвижность у него есть, но она не особо хорошая. Даже вот если повернуть руку, она до конца не повернется. Может, вот так как-то, да. Может, это повернется. А вот это не повернется за счет того, что нога... Хотя нет, если ногу сдвинуть, то повернется, да. В общем, подвижность такая. Так себе подвижность, но она есть. И это прекрасно. Что касается материала, то он хлипкий материал. Вообще, эта фигурка больше игровая, чем коллекцион. Это, конечно же. Возможно, есть какой-то оригинал. А я просто нашла какой-нибудь дубликат или, может быть, подобие. Если кто знает, напишите, на что это похоже. Вот здесь мы можем видеть какой-то бластер, да. Типа поднял вверх и пушка. Вот рука у него становится пушкой. Боевой робот. Вот меня очень поразила проработанность этих деталей. Может быть, конечно, бывает и проработанность, но черт. Но это просто восторг. Да. Когда ребенок нашел подходящую себе игрушку. Ржавая. 20 годиков. Играет с роботом. Ну-ну-ну, люблю я их. Ну что теперь-то? Так же можно заметить из недостатков то, что у него слишком очевидные места отливки. Вот эти вот торчащие части. Когда отливают детали, их на каких-то вот хороших заводах и фабриках их обычно как-то устраняют. И они не так заметны. Но вот тут они прямо были очевидны. Поэтому я их срезала. Да, мне пришлось их срезать отчасти, чтобы они сильно не торчали. Но так как это робот, ему допустимы такие вот места спайки. Он же все-таки из металла как бы. Хотя на самом деле из просто покрашенного под металл пластик. И если даже срезать часть вот этого вот пластика, можно заметить, что он просто серый. И просто покрашен под металлик. В данном же случае вот эта вот часть его тела, вот это вот место спайки, оно нужно только для того, чтобы вставить туда руку. То есть это как бы вот так вот было разобрано. Две отдельные части. Не цельные. Две отдельные части, чтобы вставить в руки, которые будут двигаться. И тем не менее, мне не понравилось, что вот у рук часть тут полая. Да. Это еще одна отсылка на дешевизну этого материала. Даже не знаю, вреден ли он, если играть с ним, давать детям. Но если он просто стоит на полочке, как нечто такое крутое, это, кстати, бензопила, то я думаю, что вполне сойдет. Ноги у него, кстати, там тоже полые внутри, вот в местах суставов. Хотя нет, нет, ноги не полые. Это все, конечно, можно оторвать и посмотреть. Вот такой вот шарнир будет. Руку отрывать не буду. Хотя, вот, если разобрать, вот такие вот шарниры. То есть, вот, два полости. Для того, чтобы сэкономить на материале. Если кто-то замечал китайских лошадок, таких вот из пластика, то можно заметить, что у них с обратной стороны ног вот такие же вот точно полости. Для того, чтобы сэкономить материал. Вот такая вот штука получается. Его, конечно, можно разбирать, но я не люблю разбирать. Фигурки. Более того, если мне попадается конструктор, я его иногда даже склеиваю, чтобы потом была цельная фигурка. Люблю я фигурки, а не конструкторы. Вот такие вот дела. Ногу тоже приделаем обратно. В принципе, шарниры такие тугие и хорошие. И это прекрасно. Разваливаться он точно не будет. Вот такой вот робот. Боевой. Кто знает, может быть, потом я найду еще одного робота. Но пока мне хватает его. Какой-то вот робот, как будто из комиксов 80-х. Так что, если кому-то вдруг не хватает для счастья китайского робота, то смело идите куда-нибудь в Пятерочку, в Галамаркет, где можно найти их. И стоят они относительно недорого. Около рублей 70. Там их можно купить. Хотя я даже не знаю, возможно, еще где-то можно. Может быть, на Валберис. И это, конечно, ни в коем случае не реклама. Но меня часто спрашивают, где достать, где что-то купить. Ну вот я говорю, где я его нашла. Такой вот, в общем-то, робот. Пока за кадром Ржавая играется с роботом. О, Господи. Чего она с ним делает, а? Ну, детский сад, ну, Ржавая. Ладно, пока Ржавая играется с роботом, я завершу обзор. У нас есть отсылки, то есть такие вот идеи для новых обзоров. Так что, если у вас есть какие-то пожелания к обзорам, то напишите о них в комментарии. Может быть, мы и обозрим кого-нибудь, кто у нас еще есть. А пока не забывайте поставить мне сердечко за то, что я терплю всю эту фигню. Когда ты кот, и ты знаешь, что ты один тут самый умный. Не забывайте писать комментарии и ждите продолжения нашего сериала. До новых встреч! Лау-лау-лау-лау-лау-лау! Твою-лау-лау-лау-лау-лау-лау! Продолжение следует...